Уроки боевого искусства от заслуженного тренера России. Кировские тэквондисты перед началом международных соревнований проводят учебно-тренировочные сборы. Для проведения занятий в Киров пригласили из Сыктывкара, многократного победителя международных соревнований, мастера спорта международного класса Анатолия Чиканчим. На тренировки побывал и наш корреспондент Никита Тузов. У спортсменов-тэквондистов этот звук, похожий на свист, называется концентрированный выдох. Он нужен для сосредоточения силы во время удара. Для достижения высоких результатов, рассказывает заслуженный тренер России Анатолий Чиканчи, важна каждая деталь. Поэтому даже дышать во время занятий спортсмены должны правильно. Есть определенные навыки, которые мы использовали при подготовке сборной команды России на чемпионате мира предыдущего года и на чемпионате Европы еще дальше. Я давно работаю со сборными командами. В принципе, ничего сложного нет. Преподаем так, как умеем. Уже много лет наша команда становится одним из лидеров мирового тэквондо. Анатолий Чиканчи сам многократный чемпион как европейских, так и всемирных соревнований. Последние 20 лет больше занимается тренерской работой. Из них 7 с кировскими тэквондистами. Вот и сейчас тренер приехал из Коми для подготовки юных спортсменов к чемпионату мира. Он показывает новую технику. То есть у каждого спортсмена есть свои ошибки. Даже у него есть. Он об этом говорит всем. Показывает мне мои ошибки, исправляет их. Впрочем, одна лишь техника не всегда залог успеха. Уверен наставник. Как и другие восточные боевые искусства, тэквондо – это еще и философское направление, в котором нельзя забывать главные истины. Прежде всего быть человеком надо, а потом уже быть спортсменом. То есть неважно, какой результат они завоюют, золотую медаль. Хотелось бы, конечно, чтобы они прежде всего оставались людьми. Занятия с кировчанами Анатолий Чиканчи продолжит до пятницы. После чего он приступит к тренировкам сборной страны. Спортсмены начнут готовиться к чемпионату мира, который пройдет в середине июля в Казани. Никита Тузов, Николай Шихарбеев, Бюро новостей, Давича.